Сегодня кажется, что о Второй мировой и Великой Отечественной войне известно практически все. Казалось бы, в том конфликте нет серых мест, есть только черное и белое. Красная армия, советские люди ценой своей жизни победили немецко-фашистских захватчиков, навсегда освободив страны Европы от губительных идей нацизма. Но, к сожалению, ростки разрушительных взглядов до сих пор живут в головах некоторых людей, которые пытаются переписать историю и уравнять коммунистическую идеологию СССР и национал-социалистическую идеологию гитлеровской Германии. Особенно подвержены такого рода пропаганде неокрепшие умы подрастающего поколения. Именно с целью донести до школьников правду в рамках года исторической памяти проводятся уроки мужества. В средней школе номер 7 города Бреста они проводятся на регулярной основе. На нынешнем главным гостем выступил председатель Брестской областной организации Белорусской ассоциации несовершеннолетних узников фашизма Владимир Семочкин. Сразу, только когда началась война, у них была основная цель уничтожить белорусский народ. Уничтожить. Ну и, слава богу, мы уцелели, но каждого третьего мы потеряли. Каждого третьего. До сих пор наша страна не может восстановить численность населения белорусов. Нас меньше, чем было до войны. Понимаете? А если фашизм, он уничтожит не только белорусов. Он кучка какая-то будет жить за счет всего народа. Кучка фашистов, которая оседлает народ и будет его давить так, что вот так я думаю. Главная цель таких встреч, помимо исторического просвещения, патриотическое воспитание молодежи. Чтобы каждый из присутствующих в зале осознал, насколько важно защищать свою страну и оставаться ей верным в любых ситуациях. Наполеон Бонапарт сказал, народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую. Беларусь – страна, которая за всю свою историю переживала тяжелые испытания. Наши деды и прадеды освободили эту землю ценой собственной жизни, чтобы будущее поколение жило под мирным небом. Самое главное – осознание этого молодым поколением. Ведь пока память о подвиге жива, он бессмертен. Уроки памяти – это такой своеобразный марафон, дан память и уважение тем людям, которые завоевывали победу, которые завоевали для нас свободу. И мы обязаны помнить. Плох тот народ, который не помнит свои истории, мы помним, чтим и уважаем погибших людей, помним ветеранов. И поэтому урок памяти – это воспоминания. Молодые должны знать о том, какая была история, а победа – это то мероприятие и тот подвиг, который не забывается никогда. Они должны знать об этом обязательно. Такие уроки памяти проводятся регулярно. Если в преддверии 9 мая они проходят два раза в неделю, то в будние дни ветеранов приглашают в рамках классных часов и дополнительных занятий. Услышать правду из первых уст от непосредственных участников событий полезнее тысячи документальных фильмов. Поэтому такие встречи планируется проводить как можно чаще. Ведь, к сожалению, людей, которые пережили ужас Великой Отечественной войны, с каждым годом становится все меньше. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.